...направлены... Я не знаю, почему... Почему эта маска, блядь, надевалась на мое лицо. Что я говорила? А, вот кто-то меня спросил по поводу того, что... Как ты относишься к... Ой, очень плохо. Я не знаю, это какая-то карма моя, что ли, мужчины-рыбы. Вот у меня были последние отношения, предпоследние, долгие. Мы жили вместе, он был рыбой. А, и потом, после тоже был рыбой. И еще мы там общались с молодым парнем, тоже был рыбой. И как-то, если честно, у меня больше бы не хотелось никаких рыб в своей жизни. Я хочу френч, все хочу-хочу. И как-то не это... Девы-то отстой. Я тоже, кстати, овен. Морозит эфир. Я... С 16, по-моему, лет. Работала официанткой недолго. В детском саду нянечкой работала. Блядь, мне нужен просто новый телефон. Вот что мне нужно. И не будет вот этих приколов. Какое у тебя образование среднее? Я училась в педагогическом, на учителя музыки. Зачем-то. Что? Плохой интернет? Да? Я зависла? Меня слышно? Меня видно? Народина? Кто был близнецы по образованию? Да, в детстве занималась больно-спортивными танцами. Я про рыбу говорю, что у меня прям вот подряд мужчины, с которыми я либо была в отношениях, либо просто общалась Они были рыбами все, вот прям просто Я говорю, это какая-то карма, наверное, если честно Конечно, все это чушь собачья, я думаю Мы же все в любом случае разные, у каждого разная история Жизни, у каждого разное воспитание Ну просто, вот что-то схожее есть, вот реально Андрей Лев И, кстати, с львами у меня вроде как должно быть все круто Но вот с Андреем было очень не круто Где все девочки? А кто где, я не знаю Спасибо, кто пишет, что хорошо танцую Короче Рыбы, они такие очень, как будто бы Вот мужчины, они такие чувственные Очень такие ранимые Но пипец какие мстительные Я так думаю, очень мстительные Вот я заметила прям Они так тихим сабом, как будто бы Я очень хочу семью Я пипецко хочу семью С Катей хорошо общаемся Не то чтобы дружим, но очень хорошо общаемся Хорошая девчонка Редактор субтитров А.Семкин Ну вот, если говорить про участников, то с Гориной, с Осиповой, давайте дружить, спасибо, почему Катя в отдельной комнате, ну она же занимается рекламой, ей не очень удобно, короче, жить в женской, поэтому она переехала. Мне интересно, как в эфире это все показали, вот этот эфир, когда я чуть ли, чуть ли, чуть ли не ушла, если участники, которые на камерах ведут себя иначе, чем без них, честно, нет, вот все реально вот такие, какие есть. Ну, по моим наблюдениям, по крайней мере, расскажи ожидания и реальность проекта, эфир очень классный, вот реально тяжело, вот реально тяжело, ребят, я смотрела, смотрела проект, и очень много лет я его смотрела, так, с перерывами, потому что, когда они там перешли на Ю, я, допустим, прекратила смотреть, потом в какой-то момент снова начала. И наблюдая, оценивая себя как личность, я, ну как бы, если честно, думала, что буду себя чувствовать, как рыба в воде. Я думала, что, блин, вот прям с ноги дверь открою, и все будет у меня классно, но получилось совсем иначе. Я себя здесь так не чувствую, и тяжело. Через сколько тебе позвонили, анкету заполнила, написали в этот же вечер, но полгода я сюда не ехала. Я вообще приехала сама, просто написала менеджеру, и она такая, ну, типа, давай там, давай встретимся, пообщаемся. Осиповой нет, она уехала. Гориной тоже рядом нет. Когда вы находите время на себя, когда вы постоянно под камерами? Ну, мы живем здесь жизнь, и как бы, просто единственное, что, различие в том, что вот я, допустим, не могу там поехать позаниматься чем-то, что мне откликается, что мне нравится, там, вот, чем занималась за периметром, вокал, танцы. И есть, на самом деле, есть возможность, я не знаю, там, возможно, утром куда-то записаться, но, опять-таки, мы находимся не в центре, и я вообще не понимаю, где мы территориально находимся, потому что я не москвичка. Короче, ну, если чего-то очень хочешь, ой-ой-ой-ой-ой, если чего-то очень сильно хочешь, то все сделаешь для того, чтобы это было в твоей жизни. На конкурсе «Мокрых майок» это было прям огонь. Блин, очень приятно, правда. Очень приятно, потому что я вот уже говорила о том, что я реально не хотела выходить. Я говорю, это будет кринж, это будет, это будет кринж-кринжовый, потому что с двумя сосками выйти, это, конечно, сильно. Катюха, говорю, делай марафон или челлендж по пластике, точно зайдет всем, ты уникальный об этом, мы бы учились. Ну, ладно, на самом деле, у меня есть какая-то, да, там, база, ну, типа, пластичность, вот она во мне есть, а? Так, я не профессиональный танцор, поэтому какие марафоны. Было такое, что фанаты у забора стояли, звали кого-то из участников. Да нет, я думаю, нет. Почему у Сосиповой не поехала отдыхать? Она не отдыхать, она в больницу. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, скоребную лавку себе, она только зажила, только зажила. Что-то наверху какой-то кипиш. Блин, это нам так никогда не пройдет. Ты красивая, спасибо большое. У меня опять садится зарядка, кстати. Ветер меняет направление. Как твоё здоровье? Ты недавно в больнице лежала. Я всё ещё, я не заразна, но просто не могу вылечить кашель свой. Я вот купила лекарство, надеюсь, что... Ничего себе не случилось, просто там планово, по-моему, какое-то... Я не знаю, честно. Говорила, что в больнице. В комнате никого, я одна. У тебя симпатия сейчас появилась к мальчишкам. Ну вот я говорила о том, что мне нравится Игорь визуально, но у Игоря своя какая-то движуха, и я как бы не собираюсь на себя перетягивать идеяло, грубо говоря, типа ей посмотри на меня, обрати внимание, или как-то проявляться, но не свойственно мне. Не хочу я. Зачем мне делать то, что я не хочу? Нахера? Поэтому я даже туда больше не лезу. Всё. Мальчик новый приходил, он мне понравился, но он мне сказал, что через две недели уйдёт, поэтому я прекратила с ним общаться. Там я не знаю, что там. Я не пойду. Спасибо большое. Пошла за век, но участие вообще не планировала. Ну, приходи. Ой, я говорю, приходи. У нас мало мужчин. А ты придёшь? Она под перелогом в больницу ехала, сама на свидание поехала. Да я не думаю, если честно. Всё, всё-таки ржачные были на языке в эфире. Я вообще Ёсику обожаю, честно. Ну, просто. Ну, не всегда. Иногда он меня раздражает очень сильно. Он тоже такой, как он. Ну, все мы такие. Но Ёсика классный. Дружить с ним вообще одно удовольствие. Ну, в плане просто там угорать как-то, что-то там смеяться. Прикольно. 23-23. Загадываем желание. Комический дуэт пушит с нас в эфир. Побольше. Это меня Настя сожрёт. Уже посмотрите в эфирах, скоро выйдет. Я ему говорю, Ёсика, мне скучно. Пошли делать зарядку. Съёмки ещё идут? Нет. Уже не идут. Но она мне уже орала там. Ты как свиня себя ведёшь. А я просто, ну реально. Вот для меня это друган. Ну, прям друган. Просто он тоже. Ну, ладно, короче, посмотрите всё в эфирах. Думаю, без у себя иссяк на проекте. Почему он убирает? Ну, окей. Наверное... Да я не знаю. Раз он здесь, значит, он должен быть здесь. Раз его не убирают. Ой-ой-ой. Ветер меняет направление. Очень хочется, чтобы завели четкого парня для тебя настраивайся, Катюх. Я уже медитирую. Я уже эти... Как его... Как это называется? Установки. Как по-другому не надо. Короче, я уже жду, не дождусь. Вот один пришёл и ушёл, блядь. Ладно. Короче... Ну, я пока не собираюсь уходить, но тут решают участники. Кому здесь надо быть, кому здесь не надо быть. Кто забрал? Безусумный и насчитанный. Его приятно слушать. Вот и не убирает. Ну, это правда. Не умеет разговаривать. Рассудительный. Чем занимаешься в свободное время там? А ничем полезным, если честно. Особо я не занимаюсь здесь. Пока что. Мне бы танцами... Мне бы на танцы походить. Вот... Мне прям оно нужно. Где все, я не поняла. Где все, я не поняла. Как родители смотрят на то, что ты зашла на проект. Нормально. Они к этому относятся. Иосиф же там тоже в танцах что-то... Иосиф же там тоже в танцах что-то занимаетесь. Надо танцевать. Надо танцевать, да. Надо заниматься. Я ищу что пожрать. И еще Андрюха мне нужно найти. И еще Андрюха мне нужно найти. Что, я ищу. Че, яEM зависла. У меня, кстати, 8% Так что я... Ну когда-то Когда-то уже скоро отключусь. Когда-то скоро. Вообще не люблю отвечать на вопросы по поводу курения, потому что я знаю, что в записи потом смотрят эфиры мои родные. Но они знают, просто это их расстраивает. Но я не курю электронки, потому что я не хочу сильно кашляю. Мне кажется, намного хуже. И вообще я стараюсь не курить. На общей кухне когда-как. Иногда тихо. Иногда громко. Было бы отлично, просто это создает иллюзию того, что ты... Катя, ты в комнате у себя. Создает иллюзию того, что ты как будто бы расслабляешься. Очень симпатичный кучеров. По-моему, так. Сережа. Ой, симпатичный. Как его? Грант. Грант. По-моему, так. Ой. Кто там еще? Кто первый мне на ум пришел? Короче... Короче, друзья. У меня садится телефон, поэтому я отключусь и, возможно, еще сегодня зайду с вами поболтать. Всем пока.